Парикмахер Она выглядела совершенно не так Потом через год появилась селка Заехала в поле Проехала метров пятьдесят И было решено ее Везти обратно И продолжать сеять тем, что сели до этого Ну а сейчас Это преобразилось уже в такую Конструкцию Всю селку не смог привезти Селка у меня захватом восемь и четыре метра Прицепная Сагрегатирована с фрактором 12-21 130 лошадиных сил С чем он справляется с легкостью с ней В принципе я думаю МТЗ-80 Тоже наверное справился с ней Что она может Значит от пружин давления Решено было отказаться Потому что они нестабильны по давлению При положении Секции пространства То есть если это там углубление Она слабает давление пружины Если это набор Она увеличивает свое давление Что мешает положить семя Собственно И в то же время Увеличивает забивание Допустим при наезде На какую-то Кучу Которая организовалась Там или комбайн Стоял Чистился И что не важно Их на поле хватает На любом таких вещей Особенно в начале Вот И поэтому решено было Применеть приматику Которая позволяет Регулировать давление На секцию от 0 до 100 кг В данном случае Хотя можно и увеличить В принципе Если кому-то это надо То есть мы работаем Где-то от 40 до 75 кг Давления тела Этого хватает для того Чтобы прорезать Ну любое мое поле Которое у меня есть Потом дальше что Значит крепление к нам Если видно Она крутится у нас здесь То есть она болтается Болтается Что позволяет в принципе Сеять по кругу Восьмеркой Обсевать сложные участки Ну и еще Помимо этого Дает такой плюс Что не возникает Боковых нагрузок А соответственно Вмешается налипание На диск На сошник И так далее Потому что она по принципу Значит стрелы Идет заселкой Выбирая свое направление Так дальше От параллограммы Тоже было решено Отказаться Потому что я считаю Что параллограмма Это вообще Неправильное решение Вообще в механизмах В сельском хозяйстве Потому что При любом Движении руля Сразу же возникают Радиусы На механизмах Как только возникает радиус А механизм имеет ширину Значит на каждом секции Будет свой радиус Соответственно Каждая секция Будет стремиться Под свой угол Стать А параллограммы Это значит что Это значит Что надо будет Где-то сломаться Чему-то В общем В чем мы и наблюдаем Всегда в параллограмме Они в итоге начинают болтаться Так же Как и моя секция Вот так вот Ну или они просто Выкидываются Потом Когда они изнашиваются Ну и потому Он еще дорогой Помимо этого Потому что там Как минимум 8-10 членений Будет точно Сделано Вот Дальше что Способ крепления Собственно к тяге Это значит На одной точке Закрепили Ну здесь простое Элеметрическое решение Мы сделали Две точки опоры То есть Невозможно Подняться прикатывающим колесам И диску То есть Нет варианта Ему подняться И Таким образом Они постоянно Находятся на земле То есть Что дает Возмогность Точно сеять А и лыжи Вот еще мы применили Лыжи Просто лыжи Люблю кататься на лыжах И Сразу обратил внимание Как лыжи заезжают На любой богор В общем собственно И любые Воспринимают Любые Лыжи наезжают Наверх Никогда не заезжают Подними Лыжи Обраничивает Ваши функции Ну она дает Тут несколько функций Да Она прижимает Растительные останки К земле И тем самым Лыжи лучше Разрезает То есть Так Что еще А еще Лыжи позволяет Ввиду своей Большой Небольшой Если допустим На селках Применяются Колеса Опорные Ими регулируется Глубина То колесо По сути Это точка Вообще Опора Это точка Колеса Да И если Допустим Есть на поле Разные Условия То есть Мягкое И твердое То у тебя Ты отрегулируешь Допустим На твердое Селку свою Она заедет на мягкое И тут же провалится И соответственно Начнет забиваться И так далее И тому подобное То лыжи Ввиду своей площади И регулировки Точное давление То есть Мы регулируем У тебя так Чтобы При прикосновении Лыжи Сразу увеличивается Многократно Площадь опоры И соответственно Она никуда не девается От горизонта Площадает Что дает Посеять Равномерно Задние Прикатывающие колеса Тоже Коеобразные Но в принципе Это есть На других Селках У них Меняется Оголо Так И можно Сделать Их Чтобы Они Нагортали Допустим Или наоборот Разрывали Делали Канавку Либо Чистоте Сочник Тоже Регулируется Относительно Диска Глубина Прорезания Тоже Регулируется Лыжа И для чего Ну допустим Самый тяжелый Сел Как мне показалось Не знаю Может у кого-то Не так В первый год Переходом На нужный Это самый сложный Сел Потому что Под Подпражненные Остатки Нету Структуры Почвы Она мягкая И Очень тяжело Особенно Если чуть-чуть Перевлажненные То есть Либо Стараться Дожидаться Зрелости Почвы Но Не всегда Так получается Прорезание Диска Конечно Надо делать Больше Чтобы Он Либо Прорезал Либо Уже Что не Прорезал Ниже Сошника А Получается Прорезание Стараться Дамы Каким Завязать Ну Проблема Да Но Селить То есть Анкер Я почему Сразу Отвел Анкер Почему Потому что Мои познания Я сам Один занимаюсь В районе Ноле У меня не с кем Поговорить Посоветоваться И Как бы Там говорили О невидимом Посиде Я его Отвел Сразу Потому что Не получается Нелегом Посев Анкер Вот так И При Анкер Вот я Сел Я не буду Киковать Но По-любому Замешиваются Остатки Сел И Соответственно Они Быстрее Будут Разлагаться Я не хочу Спорить Об этом В общем И так Давай Весь Своя Точка Зрения И Сейчас Мы Прадо Мы Еще Не Применяли Я Не Пробовал Но Все Рано Забивается Эта Сел Но Сейчас Мы Хотим Сделать Что На Ходу Вот Уже Мы Собираем На Самой Командой Организовалась Инициатор Который Помогает Мне Делать Это Все Очистка Секции Секции Секция Будет На Ходу Возможность Потрясти Секции И отрести Если Друг Она Забилась Я Не знаю Эта функция Мне Показалось Что Это Очень Удобно Почему Потому Что Все Равно Забивается Когда Особенно При Улажненной Почве И Большинство Времени То Которое Тратится Это Тебе Надо Остановить Поднять Сел Ты думаешь Тотов Проскочит А Оно Не Проскакивает Ну И Как Было Так То Здесь Нам Не Надо Ничего Думать Ты Просто Если Увидел Малейшее Забивание Сразу Подрась Секция И Я Думаю Это Может В большинстве Случа Пережить Это Собственно Все Где Забиваются Каких Точках Забиваются Из-за Бравного Лыжа Подходите Уже Подходите Значит Я не знаю Мне сейчас Будет забиваться Предыдущая Версия Когда еще Лыжа Была Негибкая Негибкая Лыжа Забивалась Впереди Сейчас Когда мы Поставили Гибкую Лыжу Ситуация В корне Изменилась И Как Знаете Есть человек Который За трактором Ездит А еще Который Помогает Чистить Сел Есть Такой Человек Вот Так Вот Этот Человек В этом Газу Сказал Земля И небо По сравнению С прошлым годом А забивалась У нас Почему Еще Потому что Подшипники Которые Я применял Они не выдерживали Просто Пылевой Нагрузки Забивались Полностью Пыль И склинили Перешел На Столки Я Это Поймал Но Решить Вопрос Мы Досеяли Но Сейчас Применили Другие Подшипники С Украины Вот С Харьковского Подшипникового Завода С Улучшенным Ублотнением Там Шестерная Харт Фирма Подшипники Харт В общем Сейчас посмотрим И в этот сел Попробуем Посмотреть Как они работают Если Они опять Не получатся То мы Вернемся К втулкам Тем более Сейчас Куча Материалов Разных Которые Позволяют И графита Наполненный И разный В общем Будем Береться В эту Сторону Это Селка Последний Раз Я не знаю Я не взял Видеоматериалы Но последний Раз Натасевал Ячмень По дождю Который Шел Уже Я не знаю Как это Еще Виктор Корнеевич Вы запатентовали Ваши Да я уже Тут видео Уже Кто-то Савтографировал Вы Наверное Запатентовали Я серьезно Вас спрашиваю Это Надо Делать Вам будет Рой Откуда Какой регион Вы Строма Восстандарск Трое Вопрос У вас Есть Кто-бы Производил Скажем Промышленную Тираж Спасибо Меня Начали Вытянулись Кушарей Мне сказали Что им это нужно И вот люди Уже просят Селку Как бы Сделать Сколько Предприятие Завод Серхоз Машиностроение Начало Выпускать Селку На основе Вашего Рабочих Органов У вас Такие Есть Переговоры Ну Пока Нет Ну Давайте Переговорим Перемене